Степень киногеничности южной столицы Казахстана не подвергается сомнению уже 80 лет. Именно столько времени прошло с момента эвакуации в тогдашнюю Алма-Ату всей отрасли важнейшего из искусств. Следовательно, лучшие советские фильмы военного периода своим успехом отчасти обязаны атмосфере и антуражу этого города. А казахстанский кинематограф, в свою очередь, начинался, наследуя концентрированный опыт предшественников. Даже главная на тот момент пешеходная аллея, ныне улица Кабанбай-Батыра, средоточие интеллектуальной элиты, по завезенному представлению о прекрасном, называлась Бродвеем. На перекрестке Брода и улице Тулебаева свою историю обрывает Мора, главный герой культовой и без преувеличения легендарной иглы. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеяло плоскутным на ней. В принципе, тут за 30 лет ничего не изменилось, кроме памятника и плитки. Рашид Нугманов – выпускник Политехнического университета по специальности архитектура и ученик мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе. Автор и режиссер непревзойденного по популярности казахстанского блокбастера. Я архитектор по первому образованию. Я поступил в архитектурный сразу после школы. Ну, а как вы понимаете, что первое образование, оно навсегда, оно всю жизнь, оно закладывает основы такой профессиональной, профессионального взгляда на все, чем бы ты ни занимался. Ты от этого никуда не денешься, оно под корку входит тебе. Я потом и сам заметил, что когда снимал фильмы, в определенный момент я как будто их конструирую как архитектор. Потому что кино – это драматургическое произведение, состоящее из блоков практически, драматургических блоков, которые развиваются по времени. Как будто предчувствуя нетленный статус иглы, Рашид Мусаевич тщательно отсеивал из кадра приметы конкретного времени. И сегодня многочисленные фанаты творчества Виктора Цоя по совместительству исполнителя главной роли и актера года 88 по версии опроса газеты «Советский экран» не спотыкаются взглядом о потерявшей актуальность плакаты и вывески. Съемной группе шедевра наверняка стоило недюжинных усилий выполнение этой задачи. Сделать универсальный город, на который можно было смотреть и 30 лет спустя, как мы сейчас смотрим, и видеть то, что составляет его суть, а не нечто наносное. Ларьки, буквы там и так далее. Передать его объем, его пространство, его жизнь и такое дыхание. Вот, и поэтому мы и точки такие выбирали, чтобы передать вот этот вот особый взгляд на этот город, такую немножко атмосферу, может быть, даже подсознательно для зрителя создать погружение в такой, какой-то необычный город. Взгляд сквозь время помог точно выбрать и локацию для возмездия над отрицательным персонажем в исполнении другого культового рокера Петра Мамонова. Преуспевающий наркодилер, сообразно объему нетрудовых доходов, коротал свои последние минуты в самом респектабельном банном комплексе страны. Строительство не по статусу роскошного здания Арасана обошлось бюджету Казахской ССР в немыслимые 17 миллионов рублей. Для сравнения, средний ежемесячный оклад специалиста с высшим образованием в 1977-м, когда начали возводить гипермасштабный объект, 120 рублей. 140-тысячная часть от стоимости постройки. Вот давай рассмотрим здание Арасана, например. В детстве, я помню, когда гулял в парке через Кунаева, всегда издалека поражало это здание. Адильжан Псяев закончил магистратуру КАЗГОСА в 2009 году. Автор зданий и фонтанов в Алматы. Глубоко интересуется историей архитектуры и краеведением родного города. То есть оно было таким скромным, но каким-то мне казалось огромным дворцом. То есть купола, то, что фасад такой очень аскетичный. Это керетро-футуризм. Мне вот его форма, все эти закругления, эти арочки, знаешь, напоминают космические корабли. Давид Каминский. Архитектор-урбанист. Студент КАЗНТУ имени Садпаева. Исследователь городской архитектуры и популяризатор советского модернизма. То есть это вот такой футуризм, но такой восточный, ордаментальный футуризм. Ну и достаточно скромный, я бы сказал. Ну аскетичный, но внутри, по-моему, он богаче. Ну давай посмотрим, что там. Актуальность строительства определялась статистически. По советским нормам на тысячу жителей требовалось три помылочных места. Но наличествовало только чуть больше полутора. А вот масштаб и пафос у решения этой проблемы – часть извечной гонки с соседним Ташкентом. Там свой выдающийся банный комплекс в 1977-м уже открыли. Отчасти отставание сыграло на пользу Арасану. Было время аккумулировать мировой опыт организации общественных купалин и прославленных парных. Командировки авторской сборной простирались через всю социалистическую часть планеты. От знаменитых сандунов в Москве до всемирно почитаемого Геллерта в Будапеште. Не хватает только персонажа Мамонова. Авторы, архитекторы этого здания, комплекса подошли очень капитально к проектированию. То есть они изучали всю литературу доступную на тот момент. Ходили в библиотеку Академии наук даже. Читали, изучали и в итоге? Ну да, получилось уникально. Тогда нормативов-то толком не было и пришлось из опыта собирать только уникальные, представляющиеся. А результат какой? Результат восхитительный. Среди разнообразных прототипов и предшествующих сооружений главенствующим в плане наследия стало устройство средневековой бани, сохранившейся в казахстанском Туркестане. В особенности использование естественного света, пробивающегося сквозь отверстия в куполах и потолке. Впрочем, и в решениях интерьера здесь громадное количество заметных переработанных отсылок и невиданных доселе инноваций. Обратите внимание на детали. Полукруглые ступени, фактура стен, фактура потолков, какая-то вещь непонятная на потолке. Нечто экспериментальное, фактура. Знаешь, она напоминает водопад, словно капли воды, связанные между собой и обрушивающиеся вниз. Есть такой эффект. Но получилось очень концептуально, я бы сказал. Просторное, огромное двое. Эффект ретро-футуризма, больших пространств. Знаешь, мне оно напоминает вот этими круглыми колодцами библиотеку Альвара-Алта в Выборге. Согласен, согласен. При таком нарочитом пафосе сооружения конструкторские решения здесь сугубо функциональные. Даже громадные купола, визитная карточка Арасана, вовсе не про восток или религию. Они способствуют стеканию с потолка конденсата пара. Из века 21-го особенное удовольствие оценивать эстетические стандарты века 20-го. Чего уж там, большую часть материалов, использованных в отделке разнообразных интерьеров банного гиганта, сейчас не найти. Обрати внимание, какое здесь буйство красок. Что на полах, вот смотри, белый мрамор. На стенах какая фактурная феерия. То есть натуральные материалы. Это великолепно. Смотри, даже потолок как отделан. То есть сверху основной паттерн такой геометрический, прям как в главном зале Академии наук. А в середине в нишу будут огромные люстры, как простое алюминий и стекло в ней начинают играть и превращаются в сказку. Эти полусферы, как капли плаги. Это тормамент внутри листов стекла. Ну еще хочу дополнить, смотри, тут даже целый ансамбль. Там люстра, там люстра. Здесь, на центральном входе. Да, они решены как цельная большая композиция. Согласен, да. Смотрится, кстати, очень аутентично. И как оно сохранилось, почти в первозданном состоянии. И цветовое решение, отметь, что они полностью все гармонируют со стенами, с полами. Все это значительное хозяйство площадью более 21,5 тысячи квадратных метров требует особой заботы и находится в состоянии перманентной реставрации. Штат сотрудников в три сотни специалистов может обслуживать потребности более 500 клиентов. Судя по всему, посетители остаются довольны. Известные мировые сайты путешествий, основываясь на отзывах туристов, дают бане 4,5 звезды из пяти возможных, чем привлекают любителей попариться со всей планеты. На сайте TripAdvisor были отличные рекомендации. И это место соответствует таким высоким ожиданиям. Я была в турецких ваннах, какое-то время жила в Японии и была в бане там, но никогда не видела столь разных опций в одном месте. Ресторан, бар, спа, плавательный бассейн, медицинские услуги и много другого. Все это потрясающе. Гораздо больше, чем мы могли ожидать. Восхищение вполне обосновано. Не случайно Аросаны по сей день самый большой банно-оздоровительный комплекс на территории стран бывшего СССР. Отличное место, чтобы снять эпизод для одной из лучших кинолент Союза на самом излете его существования. И передать эстафету новому независимому кино. В том числе и фильму «Фара» Абая Карпыкова. «Фару» снимал мой сокурсник Абай Карпыков, с которым мы вместе поступили во ВГИК, в одну и ту же мастерскую Соловьева. И плечо к плечу там, не знаю, несколько лет отработали там на площадке ВГИКов. И, разумеется, мы напитались друг от друга какими-то приемами режиссерскими взглядами, общностью какой-то эстетики, что ли, стиля. Всю эту творческую поросль потом окрестили новой волной казахстанского кино. Выделить свою картину из общего ряда Абаю Карпыкову в немалой степени помогла архитектура. Комплекс «Три богатыря», где живет главный герой и его нежданная невеста, и сейчас отличается своей уникальностью. Что уж говорить о 90-х, когда только затевались съемки. В то время, когда он появился и стоял из этого комплекса, он олицетворял с собой, наверное, новое, совершенно новая эстетика. Потому что до этого Алма-Ата была такая, более колониальный стиль. И вдруг появляется 12-этажка, и с таким совершенно иным внешним видом, такой очень технологичным по тем временам, воспринималось как такой авангард даже в определенном смысле для нас. Попробуем существенно развить эту мысль. Концепция наступающего коммунизма потребовала типовое строительство. Вроде как, если и не очень комфортно, зато в одинаковой степени для всех и каждого. При этом мало кто задумывался, что южным частям страны требуется больше тени. А конкретно Алма-Ате – особенные нормативы по сейсмостойкости. Последний аспект обычно решался малоэтажностью. До конца 60-х верхом инженерной мысли были четырехэтажные строения. Оттого планка в 12 этажей воспринималась как заявка на настоящий небоскреб. Угрозу разрушения от стихии должны были нивелировать балки, соединяющие три корпуса между собой. В момент съемок мы застали начальный этап реставрации. Главное, чтобы это не помешало нашим экспертам разглядеть самую суть этого оригинального строения. Я помню первоначальный облик в книжке «Советский Казахстан», по-моему, 71-й год, что ли. Зима, синее небо, белый снег, белые здания. Впечатление, как будто бы это здание парило в воздухе. Я помню, когда я в первый раз его увидел, я просто напугался. Потому что это такое просто критикальное гетто. Или махаля, или фавела. Но первоначально оно было не таким. Вот смотри, тут террасы, вот эти все наклонные, парапетные стенки. Это же ведь все впервые для Алматы было. Скептицизм фанатов модернизма объясняется довольно просто. Перекрытие между корпусами планировалось гордо оставить открытыми. Но человеческий фактор приспособил и преобразовал эти пустоты всяческим скарбом, вопреки эстетической составляющей. Странные коллеги нашли и плотность застройки квартала, продолженную соседними домами. Смотри, мы подходим к концу террасы, и что мы видим? Что видим? Балкон соседнего дома, второго этажа. Здесь вообще, проходя Симе Ван Сталин настолько, что он закрылся металлом. Причем, ладно, это сейчас он закрыт металлом. В советское время он был открыт, и люди друг другу как приветы передавали. Как если бы в степи был жуткий дефицит площадей для застройки жилых кварталов. Такое отношение плохо сочетается с очевидной уникальностью трех богатырей. Части архитектурного замысла сдавались в угоду интересам собственников коммерческих обитателей Стилобата постепенно. К примеру, планировалось, что в эксплуатации будут террасы на трех уровнях. Сейчас к верхней из них доступ перекрыт даже для жителей дома. Надо помнить о том, что это большой городостроительный ансамбль, который постепенно обогащался же. Ну, обогащался. Ну, понимаешь, весь этот модернизм, он все-таки довольно искусный. И сейчас все это развалилось, как-то переварилось. Оно стало другим. Но оно живет своей жизнью. Смотри, постепенно в 90-е годы здесь поставили памятник Джамбулу, перестроили фонтаны. И он меняется, да, весь ансамбль глобальный. Потому что даже вот когда в нулевые появилась эта вот новостройка огромная, которая практически тех же размеров, что три богатыря, хотя они большой главный городостроительный акцент, а это просто маленькая обычная новостройка. Будем надеяться, что реконструкция даст новую жизнь. Посмотрим, что у них получится. Разделяя оптимизм экспертов, мы переходим от архитектуры, удачно вписавшейся в творческие замыслы режиссеров, к строениям, специально созданным, чтобы блистать в кино. Идеальное воплощение такого замысла – инфраструктура, доставшаяся Новой Зеландии после съемок «Властелина колец». Питер Джексон так проторил дорогу многим производителям кино к себе на родину. И теперь на этих неблизких островах ежегодно снимаются десятки высокобюджетных картин. После реализации эпического фильма «Кочевник» в 2004 году эффектную экстерьерную площадку получила и Алматинская область. Эта локация, она удобна для съемок любой картины. И как реалистичный, например, «Кочевник», так и какой-то фэнтези, как снимал Тимур Бакмамбетов. Можно одно и то же здание, одну и ту же локацию снять десятками, если не сотнями разных способов. Правда, чтобы удостовериться в словах именитого режиссера, нам предстояло преодолеть около ста километров по направлению к живописному побережью реки Ильи. Если вы давно вынашиваете замыслы производства исторического блокбастера, обязательно уточните график занятости города Кочевников. Каждый новый видеоряд отсюда увеличивает количество последователей в геометрической прогрессии. Последний на сегодня импульс – видеоклип «Медина» режиссера Айсултана Сеитова для известного казахстанского исполнителя Джа Халеба. С сам женей скоро, поэтому решили снять такое видео. Получается «Лавстори». Чувствуется вот этот дух, вот этот казахстанский какой-то степной патриотизм. Съемок у нас в принципе много, заранее желательно у нас записываются, созваниваются с нами, заключают договора за месяца три, потому что очень много. Кто хочет снять «Лавстори» свои, кто хочет снять какой-то клип, какой-то ролик для себя, для каких-то своих целей, также для фильмов какие-то съемки идут. И вот сейчас в данный момент готовим большой проект именно с российскими климатографами, с российской компанией. Отправной точкой к возведению 600-метровой локации послужили исследования внутреннего устройства древнего городища Туркестан. Разумеется, все воспроизведено в концентрированном виде, но детали экстерьера старались перенести с должной тщательностью. Мне кажется, знаешь, помимо архитектуры, здесь еще уникальный ландшафт природный. То есть вот эти ворота, все входные группы, они очень так вписываются во все это. Меня больше заботит архитектура, вот как она пытается фантазировать, копировать эту старую архитектуру. Например, вот эта мечеть райком, что это? Оно похоже на мечеть в Ухаре или в Хеве. Вот прям вылитационные аркады, эти колонны мои любимые. Ну да, тут такой восточный флор есть, очень сильный причем. Именно что-то такое на грани Узбекистана, Южного Казахстана. Да, но это эклектика очень сильная. Ну да, тут есть элементы эклектики, когда смешение идет в стиле. Действительно, слева средневековые покои, справа остов разбитого Мерседеса. Причина такой эклектики самая, что ни на есть практическая. Локация расширяет диапазон воспроизводимых эпох и географических точек. Так, события кочевников еще в оригинале Ессенберлина вполне конкретно датированы XVIII веком. А пролог к дневному дозору Бекмамбетова – вымышленный эпизод истории Тамерлана в финале XIV. Новые сюжеты будут отсылать к другим временным отрезкам и подражать другим, иногда и вовсе, вымышленным местам. Мы строим уже локации, которые подходят к нашему времени. То есть, если кочевники – это XVIII век, то в данный момент мы делаем так, чтобы можно было снять именно наше время. Есть у нас локации, которые… Афганистан, то есть, это 80-е годы. На такой маленькой территории уместили все функциональные зоны средневекового города. Рыночная площадь, мастерские, там культовые сооружения, жилые кварталы, ворота, стены. То есть, практически представлено все наполнение средневекового города, мне кажется. Средневековый город в миниатюре, притом они старались отразить визуально назначение зданий. То есть, мечеть похожа на мечеть, дворец на дворец. И причем это вплоть до деталей все воспроизведено. Обратите внимание, соломенные крыши, оконные проемы, глинобитные стены. То есть, характер передан, и надо сказать, что очень хорошо. А если еще представить то, что здесь люди в средневековых одеждах, животные в загонах, то, мне кажется, получится очень аутентично. Со стафажом смотрелось бы фантастически. Да, есть такое ощущение. По преимуществу использовали и аутентичные прошлому материалы. По счастью, глина, солома и дерево век от века не меняются, хотя и требуют более обстоятельного ухода, чтобы сохранять задумку декоратора. Впрочем, и здесь у художников-постановщиков есть маленькие хитрости. Вот смотри, давай обратить внимание на керамическую плитку. В принципе, достаточно аутентично передали мозаику. Смотрится она аутентично, и узор воспроизвели прям как положено, геометрически красивый. Согласен. Смотри, у нас еще двери портальные, большие двери. Двери просто роскошные, под старину, такие почерневшие, вот эта обивка под металл. Да, состарившиеся. Так, а вот это камень. Камень портала. Нет, не камень. Пенопласт. Пенопласт? И монтажная пена. Слушай, и вправду пенопласт, но смотрится издалека, я бы тебе не сказал, что... Гений декоратора. Впрочем, зритель никогда не заметит подмены. А подправить узор на мастеровито выпиленном куске пенопласта в разы дешевле и проще, чем мучиться с настоящими камнями. Пожалуй, в этом аспекте бутаворская архитектура уходит на значительную дистанцию от настоящей. А мы пока посмотрим на весь городок с максимально высокой точки фронтального строения. Это немногим меньше 17 метров. Обратите внимание, что самые эффектные виды – это наверху. То есть, вот смотри, мы видим крыши домов, реку, горы, причем с обоих сторон. И в то же время и степи еще у нас. Сверху все так красиво смотрятся, но при том город органично вписывается в этот ландшафт. Согласен, согласен. И обратите внимание на цвета. То есть, мы видим такие достаточно монохромные цвета вот именно в это время года. Ну что, пойдем поднимемся, посмотрим, что там на самом верху стены у нас. Давай глянем. Вау! Да, здесь самые эффектные кадры и виды получаются у нас. Ну и смотри, отсюда видно, вот как город состоит из нескольких разных частей. То есть, вот главная площадь, какой-то вот арабат, торговые районы. Ну, в принципе, да, декорациям есть куда расширяться, мне кажется. Вокруг целая степь. В средневековому городу есть куда расти. Ну да, согласен. Впрочем, как и всему казахстанскому кинематографу. От города кочевников до изгибов реки Нафони или вершины самого далекого холма – несколько километров. А невероятных по красоте ландшафтов в одном только заповеднике Алтын-Емель – 520 тысяч гектаров. А сколько еще киногеничных зданий, которые мы пока не видели с большого экрана? По всей стране десятки, если не сотни удивительных объектов. Снимать – не переснимать. О будущем кино по мере сил печется и Рашид Нулманов. В частности, он был одним из инициаторов, вышедшего в этом году специализированного закона в помощь творцам киноиндустрии. Хотя дело тут даже не в законах. Даже если никакого закона кино не будет, если не будет даже государственных средств на съемки, я уверен, кинематографисты, а их у нас много в Казахстане, все равно будут снимать, я не знаю, на фотоаппарат, на то, что есть под рукой. Потому что кино – это средство самовыражения. Это такое же, как живопись, музыка, литература. Ты никуда не денешься. И если у тебя попал этот вирус кино, тебе в кровь, ты уже все, ты не избавишься. По своему опыту, могу сказать, хотя ты пытаешься разными делами заниматься, ты все равно об этом думаешь постоянно. Рано или поздно осуществляешь, иначе места себе не находишь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова